Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова с утра анализируем, разбираем события ключевого порядка вчерашней торговой сессии и также обращаем внимание, заранее готовясь к тому, что произойдет с финансовыми инструментами после выхода тех основных релизов и важной статистики, которые таковой и значатся в рамках текущей торговой сессии. Сегодня, друзья, у нас более-менее последний относительно спокойный день, если, конечно же, каких-то супер сюрпризов не будет по фунту, ведь в рамках текущей торговой сессии, можно сказать, буквально через несколько часов, правительство Англии в очередной раз будет пытаться договориться с парламентом относительно одобрения прежнего соглашения о выходе Великобритании состава Европейского союза, который, как вы помните, в середине января с треском провалился, поскольку парламент решил не поддерживать условия Брюсселя по выходу объединенного королевства из состава Европейского союза. Переключимся на британскую валюту, поговорим чуть подробнее, давайте вкратце пробежимся, опять же, потому что у нас значится сегодня на календаре 18.00 уровень доверия потребителей, еще один отчет по экономике США, сейчас для нас американская статистика имеет большое значение, потому что мы все-таки хотим более детально разобраться с тем, что будет с политикой Федеризерва дальше. Конечно же, мы помним и более-менее мягкую риторику Джерома Паула, который отвечает за американский регулятор о том, что на фоне актуальных рисков лучше, конечно же, не проявлять такой агрессивный подход к разгону ставок федерального фондирования. То есть мы смирились с тем, что в этом году ФРС будет действовать не так активно, как в прошлом. ФРС признал то, что его адаптивность будет более выражена. Если экономическая конъюнтура улучшится, то, соответственно, улучшится и изменится риторика. Ну, улучшится она, конечно же, для покупателей доллара. Если как минимум останется в том состоянии, в котором мы разбираем конъюнтуру сейчас, то тогда в этом году лучшее, наверное, на что можно будет рассчитывать покупателям доллара, это на одно повышение процентной ставки. Я считаю, что это и есть основной стопор для того, чтобы рос доллар. Поэтому, как вы понимаете и помните, с некоторых пор я отношусь к категории медведей продавцов по американскому доллару. И в отношении того, как поведет себя доллар против отдельных рисковых инструментов, я сейчас не буду пытаться спрогнозировать, потому что неизвестно. Но мы с вами ситуацию в США отыграем в паре доллар-иена. Еще раз повторяю, друзья, то, что действует в этой связке два защитных инструмента. И если ситуация, экономическая конъюнтура остается неопределенной, напряженной и нестабильной, делаем логичную ставку на активы с более выраженными защитными свойствами. Это иена. Друзья, доллар будет против иены проигрывать, так же, как, например, против франка. Поэтому доллар-иена для меня это сделка 2019 года, сделка, которая предполагает продажу. Уровень доверия потребителей. Я бы не сказал то, что это супер важный отчет для того, чтобы понять, что происходит с экономикой, куда важнее будут релизы, ожидаемые позже на этой неделе. Это состояние рынка труда, активности производственного сектора. Ну, для общей картины будет неплохо обратить внимание и на настроение рядовых домохозяйств. Изменились ли они за последнее время в связи с шатдауном, либо нет. Ну, логично, друзья, если рассуждают, конечно же, шатдаун это тот фундамент и то политическое событие, политико-экономическое событие, которое вряд ли должно способствовать росту оптимизма. Голосование по поводу Брекзита, к сожалению, точно я сейчас не назову время. Но, в общем, ждем самые ближайшие часы. Я начал, собственно, брифинг с этого. Это важно, друзья, понять, какой будет дорожная карта дальнейшего выхода Англии из состава Европейского Союза. У нас до сих пор нет конкретики, поэтому и фунт вчера активно снижался. 0 часов 0,30 минут, соответственно, это отчет от ЭПИ в переходе с вторника на торговую сессию среды. Будем следить за запасами нефти. Но снова напомню, друзья, что на прошлой неделе мы получили данные от администрации нафетической информации о том, что запасы резко выросли. Скорее всего, мы будем работать с аналогичной статистикой и дальше вследствие сезонного технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов. Как я уже отмечал, это новый тренд в релиз. Поэтому нужно смириться. Для котировок нефти статистика, которая предполагает увеличение запасов, это, конечно же, негативный момент, на основании которого нефть можно продавать. Но сейчас есть серьезные, смягчающие, фундаментальные обстоятельства. Это ситуация в Венесуэле, политические события, политические риски, волнения. В конце концов, США, как и ожидалось, все-таки установили, ввели санкции против аналитического сектора Венесуэлы в отношении крупнейшей венесуэльской нефтяной компании. Можно сказать, что таким образом под санкциями весе нефтяной сектора. Перейдем. Собственно, на этой ноте к нефтянке 59,87 сейчас котировки. Вчерашний день вывел нефть из стопора и показатели низкой волатильности не в ту сторону, конечно же, которую нам бы хотелось видеть, поскольку я расценивал нефть только с точки зрения роста пока что и продолжаю это делать. Друзья, почему рынок нефти не оживился из-за санкций США против Венесуэлы? Я думаю, что еще не было времени как такового, ведь это новость, которой всего лишь несколько часов. Полагаю, что сегодня рынок будет отыгрывать ее уже в другом порядке, то есть уже через рост котировок нефти. Ну и, конечно же, если сопоставлять фундамент, многие участники рынка, трейдеры, инвесторы полагают, что вот эта венесуэльская тема, она сейчас нейтрализуется статистикой по росту запасов нефти США, по росту показателей нефтедобычи и ожидания того, что штаты будут еще больше наращивать активности собственного производства, и сигналом этого является увеличение числа нефтяных терминалов по данным отчета Baker Hughes, который мы анализировали, собственно, в минувшую пятницу. Неоднозначный фундамент, я признаю это, друзья. Наверное, так же, как и в ситуации с фунтом, здесь просто нужно определиться для себя, что для вас кажется более весомым в плане аргументов и реального воздействия на котировки нефти. Я уверен, что венесуэльская тема просто так не будет забыта. Санкции в отношении данного государства вкупе с санкциями против Ирана будут и продолжат создавать проблемы для ребалансировки рынка. Возможно, сейчас нам стоит сделать акцент больше на потенциальную нехватку предложения из-за того, что фактически Венесуэла, можно так сказать, выпадает из состава участников и состава ключевых поставщиков углеводородов на мировые рынки. Думаю, эта тема еще поживет, мы с ней еще поработаем, как минимум я. И вот если все-таки венесуэльский вопрос имеет значение для рынка, уже сегодня, в принципе, друзья, в ближайшие часы, даже минуты, мы должны увидеть интерес к нефтянке. Вот поэтому я сохраняю пока что длинные позиции, ориентируюсь, как и раньше, друзья, на цель в районе 65. Рубль вслед за снижением нефти начал проседать 66.26. Логично, это только лишь, друзья, цветочки, ягодки еще впереди. Вы знаете потенциал рубля в плане девальвации, и мы пусть опять и с опозданием все-таки идем в направлении его слабости. Евро против доллара 1.1431. Сейчас котировки мы наблюдаем. Уже можно опустить тему поддержки фунта, потому что британец в ходе вчерашней торговой сессии снизился, а значит, если нету поддержки со стороны растущего британца, у них корреляция была очень высокая, значит, мы фокусируемся на статистике пока что. А статистика, как вы помните, вкупе с текущим состоянием экономической конъюнтуры еврозоны оставляет желать лучшего. Мы говорили про данные бизнес-оптимизма, плохая статистика. Это сигналы экономического спада, причины, из-за которых пересматриваются прогнозы роста валютного блока. И обеспокоенность регулятора тем, что сейчас происходит, вынудила его на прошлой неделе признать смещение рисков в сторону снижения. Вы помните эту пламенную речь и драги о том, что текущие неопределенности связаны с геополитическими факторами, с проблемами на развивающихся рынках и с рисками протекционизма. Закрывают фактически двери для ужесточения монетарной политики. И если у Европейского центрального банка будет возможность поднять вопрос роста процентных ставок, это произойдет не раньше конца 2019 года. И еще один аргумент в пользу того, что, может быть, сроки даже изменятся. Вчерашние ожидания МОДИС о том, что Европейский центральный банк начнет повышать процентные ставки только лишь в 2020 году. Речь о драге вчерашней ничуть не отличалась от того, что мы слышали о постфактум заседании на минувшей неделе. Снова акценты на риски и на важность сохранения мягкой экономической политики. Исходя из этого, друзья, я делаю вывод о том, что Евро один из самых перекупленных, на мой взгляд, инструментов сейчас. И у Евро только одна дорога, это вниз. Фунт против доллара 1.3152. Вчера потеряли около 50 пунктов. Лоу был чуть выше отметки 1.315. Я предлагаю сделку селс-стоп, друзья, с уровня 1.3130. У нас до сих пор нет ясности относительно того, на каких условиях и даже когда все-таки Англия выйдет из состава Европейского Союза. Я уже отметил то, что мы ждали эту конкретику в середине января. Но тогда палата общин предпочитает не соглашаться на условия Брюсселя. Сегодня следующий этап обсуждения. Попытка в номер 2 или даже, скажем, уже в номер 3 правительства договориться с парламентом. Сегодня будут обсуждаться поправки к прошлому законопроекту и соглашению. До сих пор нет уверенности, что удастся сторонам договориться. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что на рынке сейчас по-прежнему высок риск так называемого жесткого Брекзита. Он предполагает то, что Англия теряет доступ и к таможенному союзу, членство в рамках таможенного союза. Англия теряет доступ к единому европейскому рынку. Тут же автоматом накладываются пошлины на британские товары, которые продаются на европейском рынке. Ну и все это приводит к тем печальным экономическим последствиям для экономики, о которых я уже не раз говорил. Внимательно следим сегодня за ходом обсуждения. Друзья, если снова не договорятся и ни к чему не придут, я думаю, что количество скептиков, выступающих за то, что жесткий Брекзит неизбежен, увеличится в разы. И это должно все-таки привести фунт к распродажам, которые ожидаются в принципе уже очень давно. Доллар иена 109.32, волатильность ниже, скажем, среднего доллара сейчас в замешательстве, конечно же в напряженном состоянии, потому что впереди заседание Федрезерва, ставка и пресс-конференция, впереди потенциальный новый ориентир для движения. Надеюсь, вы уже определились, как действовать с долларом. Если нет и вам нужна подсказка, поддержка, я советую продавать американца, потому что уверен, что за последние недели ничего в плане глобальных экономических рисков не изменилось. Они остаются актуальными, серьезными, вызывающими и провоцирующими опасения за перспективы всего глобального экономического роста. Об этом будет говорить Джером Паул и, соответственно, в связи с этим он должен будет отметить важность все-таки более сдержанного, более обдуманного, что ли, рассудительного подхода к следующим повышениям процентных ставок. Поэтому, как уже было отмечено, темпы ужесточения, скорее всего, будут гораздо скромнее, друзья. И еще один комментарий в эту сторону может привести к ослаблению курса доллара, потому что раньше американец рос, потому что был заряжен, что агрессивные повышения ставок 2018 года продолжатся такими же агрессивными темпами и в 2019 году. Ну, ситуация, собственно, и меняется. Ждем заседания Федрезерва, ждем отчеты по Non-Farm Perils. В принципе, тоже там у меня ожидания не самые хорошие. Успеха прошлого месяца точно не удастся повторить. И это может стать еще одним фактором разочарования для доллара, сказаться на доходности американских облигаций и притопить, собственно, курс американцев. Также напоминаю, друзья, то, что на этой неделе не стоит забывать еще один этап переговоров между США и Китаем. Может быть, кто знает, для доллара именно тон переговоров будет определяющим, куда более интересным фактором роста либо снижения, чем из заседания Федрезерва, чем также статистика по рынку труда. Если США и Китай снова лишь будут обсуждать формальные вопросы и не дадут рынку никакой конкретики, не просигнализируют о том, что, точнее, прогресс очевиден, есть определенные договоренности по ранее спорным вопросам, стороны двигаются навстречу друг другу с целью преодолеть вот в конечном счете до конца февраля тот торговый конфликт, который разразился между странами несколько месяцев назад. На этом позитиве доллар может вырасти, но, я повторяю, я на этот позитив особо сейчас не ставлю, потому что, полагаю, переговоры завершатся снова ничем. И вот вам еще одна причина повышенного спроса на иену и снижения курса доллара. Доллар канадец 1.3251. Ориентируемся, собственно, на предстоящие данные по ОВП, которые выйдут в четверг по Канаде. Также следим за тем, что происходит с долларом и с тем, что происходит с нефтянкой. Вчера мы приближались к отметке 1.32. Я рекомендовал держать длинные позиции, потому что нефть у нас еще не оказалась в диапазоне целевых ожиданий 64-65, когда канадцам можно было бы, собственно, покупать. И поскольку нефть у нас снижалась, это оказало давление на канадца. И в моменте мы увидели, как пара с отметкой 1.32 улетела в район от 32.80. Держим, друзья, длинные позиции по этой паре до тех пор, пока рынок не найдет. Рынок нефти на основании для активного роста. Австралийцы против доллара 0.7164 тоже для австралийцев будет ключевой темой. Это ход переговоров между США и Китаем. Я рекомендую держать короткие позиции, потому что на австралийце, как ни крути, будет влиять по-прежнему слабая статистика, проблемы с Китаем. Кстати, на этой неделе у нас несколько релизов важных, в том числе и даже исправительные заявления по последнему заседанию Резервного банка Австралии. Посмотрим за его тоном, но заранее могу практически со 100% вероятность сказать, что тон будет исключительно мягкий. Не верю я в австралийцы, друзья, так же, как и в новозеландцы. Рекомендую держать короткие позиции. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра. Снова будем готовиться уже к важным событиям. Следующей торговой сессии. Впереди у нас самый интересный фундамент. Это заседание Федрезерва, Non-Farm Perils и переговоры между США и Китаем. В общем, закрытие недели обещает быть жарким. Всего доброго. До свидания.